Всем привет, дамы и господа! Вы попали на канал MrNakedBits и в этом видео я научу вас играть на персонажей Пуш. Нажимаем опробовать. Мне не понадобится играть против реальных игроков, чтобы научить вас играть на персонажей Пуш в Dota 2. Поэтому я нажимаю кнопку опробовать. Ждем загрузку. Ожидаем, пока игра загрузится. Сразу скажу, персонаж очень сложный. Не каждый может играть на нем и давать красивые хуки. Поэтому вы находитесь на моем канале и смотрите мой видеоролик, как играть на Пуже. Ждем загрузку. Dota загрузилась. Итак, начнем со снов. Основа Dota 2. Основа Dota 2 Пуш заключается в том, чтобы добивать крипов с помощью второго умения. то есть рот. Опа. Добили. Добили. Вот так вот. Добили крипа. Вот. Получили второй уровень. Качаем, конечно же, пассивное с умением. Пассивное умение работает за счет количества убитых мобов. Добиваем мобов. Увеличиваем уровень. Так. Итак, у нас 79 мобов. То есть здоровье увеличивается на 4,8. Для того, чтобы показать, как можно пользоваться пассивной способностью, я нажму на кнопку вражеского героя. Опа. Увелся Акс. Увелся Акс. Итак, для победы мы нажимаем правой кнопкой мыши на противника, или же, удерживая русскую букву F. Нажимаем левой кнопкой мыши на противника. Мы получили третий уровень. Мы качаем первый скилл. Метнук. Как говорится, я как шаурма. Если не повезло, то не повезло. Что-то я зашутился. Тем временем мы учимся играть на персонаже Путш. И вот. Есть три типа хуков. Первый хук текстурный. Нажимаем на кнопку обновить. Первый хук текстурный. Вот, видите? Тут текстура тумана войны. Я ничего не вижу. И попадаю хуком. Ну, а когда же я хуком-то не попадаю. Второй хук. Второй тип хуков называется с подтяжечкой. Подтяжечкой? А почему? А потому что, вот, смотрите. Когда я в него кинул хук, когда я в него кинул хук, хук не попал бы, если бы физика игры была бы нормальной. А физика игры ненормальная. И поэтому, вот смотрите, можно даже на простом примере показать. Я хукаю. Вот. Нажимаю сюда. И не попадаю. Но это не бывает. Вот смотрите. Я как-то попал. Я как-то попал. Хоть хук летел в совершенно другом направлении. Это называется с оттяжечкой хук. А есть хук с притяжечкой. То есть притягиваем под башню. Притягиваем под башню. Опа. Вот мне повезло. Мобы. Мобы, мобы, мобы. Мы берем хук и хукаем. И вот противник ничего не может сделать. Ну, конечно, это же я. Вот. Вот так вот мы играем. Играем до шестого уровня, а потом выходим. Нет, это шутка. Фармим уровень, как говорится. Для того, чтобы отменять атаку и увеличивать точность добивания крипов, мы нажимаем кнопку S. Тем самым увеличивая количество добития мобов. Вот видим врага. Он стоит, ничего не делает почему-то, но потому что он понимает, что нечего делать, все равно он проиграл. Добиваем его. Добиваем. Опа. Получили шестой уровень. Способность Disrember. Читаем, что она делает. Прерываемая. Герой заживо пожирает врага, оглушая его и нанося периодический урон, который зависит от силы владельца, способностей и излечивает его. На крипов действует дольше. На крипов, то есть на мобов. Вот так вот. Вот видите? Моба убили, а я ем воздух. Опа. Так. Хорошо. Хорошо. Вы спросите, а как работает эта способность на персонажей, а не на мобов? А вот сейчас я вам покажу. Заодно и напомню, что такое текстурный хук. Вот, текстурный хук. Опа. И повезло. Вот. Текстурный хук. Мой совет. Во время использования ультимативной способности нажимайте двоечку или же или на кнопку использования второй способности. Тем самым вы увеличиваете урон за время использования способности ультимейт dismember. И обычно продоксеры используют первое умение медь ног после использования ультимейта. Тем самым увеличиваю урон за прокаст. какие артефакты нужно покупать? Видите вот эти предметы? Их мы не покупаем. Мы покупаем такс. Так, так, так. Ничего не понятно. Мы покупаем фейсбутс, потому что он дает нам урон с руки с крюка, то есть и и мы можем ускоряться. То есть мы замедляем противника замедляем противника и обгоняем его и мы все ближе и ближе к победе. Вот, вот так вот. Первый артефакт ботинки мы разобрались. Второй артефакт blink derger позволяет нам телепортироваться на небольшие расстояния. Например, вот так вот. Можно сидеть в лесу и делать хлуки, то есть нуки. Вот, он не может выйти. Ему не остается ничего, кроме принять свою смерть. Вот так вот. Только, ребята, осторожнее с хуками, то есть блинками, потому что можно попасть в такую ситуацию. вот так вот. Так. Добьем моба. И все. Второй артефакт, то есть третий артефакт. Аганим скафер. Покупаем аганим. Уменьшает перезарядку, позволяет применить эту способность на союзника, чтобы прокладить его. В общем, бесполезная вещь. Не покупайте. Это я забыл. Что же еще вам рассказать? Про текстурные хуки с оттяжечкой притяжечкой рассказал. Про артефакты тоже. Про прокачку тоже. Подписываемся на канал мистер некен битц. Скоро будут игровые видеоролики. Давайте всем пока.